ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Анимированный аватар, который мне бесплатно не нужен, 11%. Шанс выпадения танка меньше 1%. Остается и контейнер, 6,8%. Даже не знаю, что делать, рисковать ради контейнера или нет. Но все-таки дорого будет. Нет, я, ребята, останавливаюсь. Сейчас попытаюсь объяснить. 1450 голдой за 50 тысяч серебром и у меня сразу инсульт. Ну, в лучшем случае инфаркт. Если 1450 и мне выпадает контейнер, то в целом один контейнер, 1450 британский, это очень дорого. То же самое касается и контейнера на саму FV-1066. А за FV-1066 я не настолько сильно гоняюсь для того, чтобы сливать голду, которую в том числе мне присылают ребята в подарках, на танк, который меня не сильно интересует. Поэтому на данный момент я останавливаюсь, выскажу свое мнение, а точнее предположение. Я больше чем уверен, что данную машину большинство игроков заберут с последнего прокрута. И я, в частности, уверен, что именно с последнего прокрута она мне достанется. Но не готов платить такое количество золота за данный танк. Переходим ко мне на пресс-аккаунт и будем знакомиться с машиной и обсуждать ее ТТХ. Добро пожаловать на мой пресс-аккаунт, на котором я снимаю обзоры на то, чего в собственном ангаре я не имею. И поскольку FV-1066 до сих пор отсутствует у меня на основе, будем обсуждать именно здесь. По ТТХ, как я говорил, танк действительно интересный. Он действительно классный, у него бодрая подвижность практически 70 км вперед и 23 назад. По орудию у него тоже все очень классно. Время сведения менее 3 секунд 2,9 и разброс просто-таки божеский 0,312. ДПМ, возможно, реализуем, но далеко не всеми руками. 2635, дело в том, что машина крайне картонная, неживучая и справиться с ней сможет далеко не каждый танкист. Время перезарядки, ну, просто идеальное. 4,5 секунды с учетом установленного досылателя. Можно увеличить себе уровень пробития, но тогда немножечко потеряете по КД. И здесь уже определяетесь самостоятельно, что вам лучше. Лучше уровень пробития выше 205 мм, допустим, на базовом снаряде. Или все-таки КД на полсекунды быстрее. Здесь могу вам также отметить, что уровень урона за один выстрел действительно хороший. Потому что при перезарядке 4,5 секунды с досылателем, или, допустим, 5 секунд без него, все-таки 200 единиц это очень приятно. И, как правило, при таком КД наделяют уроном, ну, где-то в 160-180, ацесс целых 200. Осколочно-фугасные 250, но пробитие очень низкое. 44 мм, и на восьмом уровне мало кого испугаешь таким фугасом. Даже легкие танки в корму, и то будут тяжело биться, как мне кажется. А вот по уровню склонения орудия вниз аплодирую стоя целых минус 10, что позволяет на данной машине не то, что удобно отыгрывать на каких-то неровностях, а идеально, идеально отыгрывать и великолепно себя чувствовать. Причем, когда я увидел эту машину первый раз, и она поступила ко мне на тест, перед введением в игру, я, честно говоря, думал, что здесь будет где-то минус 5, минус 6, потому что орудие как-то так расположено, что вроде бы сделают небольшое склонение. Но нет, слава богу, в этом отношении машину не урезали. Ну а в чем машину урезали, так это в уровне бронирования, и это, в принципе, неудивительно. Все-таки это легкий танк, как вы видите, она просто-таки вся зеленого цвета. Здесь нет вообще никакой брони. Это такой себе подарок для крушителя с седьмого уровня, попавшего на восьмой, который просто фулл урон будет закидывать 22 мм спереди. По верхнему бронелисту 10 мм бронелист, и дальше играет приведенка, но все равно эта приведенка в прямой проекции доходит, ну, пускай до 50, смотря как стать. По башне тоже танковать нечем. Короче говоря, рядом с этим товарищем можно абсолютно спокойно отстреливать холостыми, и его все равно будет взрывной волной относить в ангар. Нечем здесь танковать, просто-таки подарок для всякого рода фугасниц. Но, ребят, при этом всем, обратите внимание на ТТХ по танку. По ДПМу один из лучших. На втором месте просто ли РУ-251, причем ненамного уступает этой машине. Во всех остальных показателях, да, где-то лучше, где-то хуже. В отношении скорострельности он, допустим, уступает такой машине, как ФВ-301 проходнику, но при этом всем в отношении скорости практически никому не уступает, и, я бы сказал, довольно неплохой процент по победам. 54 с копейками. Ну и, как вы видите, здесь все красного цвета. В то же время, стоит отметить, что данному проценту не сильно спешите аплодировать, потому что 27 игроков играли на данной машине. Далеко не у всех эта машина есть, и даже те, у кого тачка присутствует в ангаре, не всегда на этой машине играют и отдают ей предпочтение. Почему? Потому что очень сложно реализовать весь этот потенциал. Вроде бы по ТТХ все классно, но когда попадаешь в бой, тебе довольно часто бьют морду, и тебе, понятное дело, не доставляет этого никакого удовольствия. Отправляемся в этот бой для того, чтобы посмотреть, нам морду набьют, или все-таки получится что-то сделать. Ну что ж, друзья, давайте начинать тестировать тачку, и скажу вам откровенно, по подвижности машина хороша, но только тогда, когда ее раскочегаришь, и в отношении того, чтобы срываться с места, далеко не самое лучшее. Но в целом претензий особых высказывать не буду. По геймплею. Геймплей на данной тачке мне лично напоминает уличную драку. Ну знаете, такую драку, в которой того, кого бьют, уже повалили на землю, и толпа стоит вокруг этого человека, метелит его ногами. И обязательно в этой компании есть какой-то такой мелкий гад с короткими ногами, который периодически пытается раздвинуть нескольких ребят, которые окружили жертву, и своей короткой ногой тоже пару раз кого-то ударить. Вот это и есть геймплей на ФВ. Вот так вот вам придется играть постоянно, играть исключительно от своей команды. Да, вы можете куда-то полететь, что-то как-то просветить, но помните, ваша броня в 20 с копейками миллиметров, это сразу потенциальная причина того, что вы отчалите первыми своей команды куда-нибудь в ангар выбирать другую тачку для того, чтобы поехать поиграть. Причем такие бои у вас будут, ну очень часто. Вы даже себе представить не можете, насколько часто, особенно если вы не умеете, как я говорил, играть на легких танках. Именно поэтому я особого удовлетворения от игры на данной машине не получаю. Для меня очень часто бои заканчиваются проигрышами, с крайне малыми результатами по настрелу. Если где-то меня загуслили, то я понимаю, что жить мне осталось совсем недолго, и бороться уже особо не за что. Недозначно, конечно, относятся к этому в команде, потому что вот, типа, слился. Но, блин, я вот сейчас получил тычку на 497, и как дальше играть? У меня осталось, в принципе, на два выстрела хпшки. В общем, ни хп здесь нет, ни живучести. Да, есть бодрая классная скорострельность. Причем, видел, кстати, ребят, в боях игроки на данном танке, они пытаются там как-то крутиться, ромбовать, вот так вот как-то делать до лампочки это все. Что ты мордой выезжаешь на этой машине, что бортом, что кормой, для тебя вообще ничего не меняется. Поэтому про ромбование, танкование и подобные вещи можете просто сразу, к сожалению, забывать. Это вам абсолютно не поможет. Играть где-то от башни пытаться тоже не выйдет, по одной простой причине, потому что там в башне нет тоже никакой брони. В общем, как ни повернись, тебе все равно в дыню прилетит, и прилетит настолько больно, что играть на данной машине желание появится очень нескоро. Напишите в комментариях, у кого есть данная машина, и кто действительно может реализовывать потенциал на ней. Только скажите сразу честно свой игровой никнейм на Евросервере, для того, чтобы можно было зайти и посмотреть, действительно ли такие крутые результаты у вас на данной тачке, как вы их рисуете. Я не знаю, вот серьезно, вот сейчас я уже даже не знаю, что мне делать. Куда бежать? Как бежать? Здесь у меня есть Лёва, и есть вот этот вот товарищ, который именно меня выцеливает. Я не удивлен, что выцеливает он именно меня. Я самая желанная жертва вообще, по-моему, в этом бою для каждого. Всё, всё, поиграл. Прилёт сзади, прилёт спереди, всем спасибо, все свободны. Чё я полез на передовую? Лихая натура ГСН. Короче, ребят, выходим из боя, вырезать ничего не собираюсь. Какой танк есть, моими руками. Такой и показываю. По-другому не выйдет однозначно. Выхожу в ангар, потому что не особо ожидаю каких-то результатов от данного боя. И выскажу вам своё абсолютно субъективное, безусловно, но честное мнение. Танк имеет смысл хотеть себе получить либо из какого-то бесплатного контейнера, либо на первых прокрутах рулетки на данную машину. Вот если за первые прокруты у вас машина будет до вот этого прокрута, про который я говорил, до 75, окей, пусть стоит себе в ангаре, пылится, и, скорее всего, вы будете крайне редко на ней выезжать. И только максимум, ну, наверное, процента 3 игроков из 100 будут рады получения данной машины и будут рады тому, что у них появился новый лёгкий танк, на котором они, как на других своих лёгких танках, будут выезжать часто в бои и делать там что-то годное. Поэтому много раз подумайте перед тем, как принимать решение крутить данную рулетку до конца. Мне лично ФВ не заходит абсолютно. Пошёл снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.